Американ Паблик Телевижн представляет красоты нашей планеты в формате ТВ высокого разрешения. Здравствуйте, я Руди Макс. На этот раз мы находимся в самом сердце Испании, наслаждаемся страстями Мадрида. Это настоящая цитадель испанской культуры, от ярких картин до пламенного ритма Фламенко. Итак, в Мастере путешествий Мадрид. Мастер путешествий Мастер путешествий, большое путешествие в старый свет, навстречу замечательным людям, интересным местам, запоминающимся видам и, конечно же, восхитительным вкусом и запахом. Наш гид, писатель и журналист Руди Макса, известный по радиопередаче «Экономный путешественник». Советы, секреты и открытия в программе «Мастер путешествий». Мадрид. Говорят, что жители Мадрида поклоняются небесам. Он расположен выше всех других европейских столиц, в 600 метрах над уровнем моря. В разреженном воздухе глубокое синее небо нависает над городскими улицами. Создается ощущение такой бездонной глубины, которую ни один великий испанский художник пытался передать на холсте, и которая потрясает туристов. Неофициальный девиз города – «Де Мадрид Аль-Сиэлла», что приблизительно можно перевести как «Из Мадрида в небеса». Это на самом деле место, стремящееся к высотам во всём. Это оживленная столица, наслаждающаяся хроническим недосыпанием. Это сумасбродная, ни к чему не обязывающая культура, страстно обожающая современный стиль и гордящаяся величественными традициями. Как образно, так и буквально Мадрид является столицей Испании. В 16 веке, в период расцвета Золотого века Испании, король Филипп II избрал Мадрид столицей своего государства. На самом деле это была ирония судьбы. Филипп избрал Мадрид, поскольку он находился в географическом центре страны. И некогда маленький неприметный городок очень скоро разросся и превратился в руководящий центр обширной, сказочно богатой империи. В то время как Мадрид является центром Испании, центром самого Мадрида считается Пуэрто-дель-Соль, или Врата Солнца. Ни одну сотню лет эта площадь также является и духовным центром города. Это одна из наиболее многолюдных площадей в городе, популярное место встреч местных жителей. Друзья любят встречаться у этой скульптуры медведя и дерева, символа позаимствованного со средневекового герба Мадрида. А у этого указателя нулевого километра начинаются все испанские дороги и магистрали. Старый Мадрид простирается во все стороны от площади Пуэрто-дель-Соль, предлагая гостям прогуляться по величественным площадям, мимо искрящихся фонтанов, напоминая об отдельных страницах красочной истории страны. Мы с моим другом Анной гуляем по прошлому Мадрида. В 1492 году испанские короли-католики свергли последних правителей мавров. Все помнят, конечно, что в этом году также Колумб высадился в Америке. Его открытие подготовило фундамент для золотого века Испании. Эры досели неслыханной роскоши и богатства. Католические правители рьяно оберегали свою власть над Испанией. И здесь, на плаце майор, печально известная инквизиция некогда вершила суды и проводила казнь. Королевский дворец в Мадриде представляет собой две тысячи комнат величественной роскоши. Это официальная резиденция короля Испании. В действительности король здесь не живет, а лишь проводит церемонии. Еще в IX веке мусульмане мавры построили на этом месте крепость для обороны своих владений. Позднее здесь же короли-католики возвели собственную резиденцию. Благодаря ряду брачных союзов с представителями европейской знати, испанский королевский род в итоге влился в могущественную семью Габсбургов и обзавелся влиянием по всей территории Европы. В эпоху расцвета Испании золото и прочие богатства реками текли из колоний в новом свете, когда накануне Рождества 1734 года сгорел старый замок, король Филипп V приказал отстроить новый большой дворец. Со временем, в ходе войн и восстаний, Испания растеряла часть владений, престижа и богатств. Однако богатые украшения дворца и великолепные картины напоминают о статусе центра Великой Империи, которым когда-то обладала эта страна. Мадрид и его картины. Для некоторых людей этот город и искусство являются синонимами. Звание одного из наиболее могущественных государств в Европе дает возможность собрать поистине роскошную коллекцию произведений искусства. Блистательный королевский двор Испании привлекал множество художников. Учитывая связи с Габсбургами и богатства нового света, испанская королевская семья могла позволить себе практически все, что угодно. Прадо является лучшим музеем в Испании и одним из богатейших в Европе. Он может похвастать более тремя тысячами картин, наследием одной из могущественнейших держав в мире. В коллекции имеется немало удивительных итальянских шедевров, таких как портрет Карла Пятого Тициана, ужин на стажу у Анести Боттичелли и омовение ног Тинторетто. Не менее сильное впечатление производят и фламандские художники. Сад земных наслаждений Иеронима Босха и снятие с креста Вандер Вейдена. Однако чаще всего с Музеем Прадо и эпохой расцвета испанской живописи связывают другие три имени. Речь идет об Эль-Греко, Веласкесе и Гойе. Эль-Греко, или Грек, родился на острове Крит в середине 1570-х годов, перебрался в Испанию. Вскоре художник увлекся маньюризмом, стилем живописи, который стал противовесом идеальным пропорциям эпохи Высокого Возрождения. В своих работах Эль-Греко преднамеренно искажал масштаб и пространственное соотношение между фигурами. Веласкес перебрался в Мадрид в 1622 году и обосновался в должности главного художника при Королевском дворе. Многие считали его величайшим художником Испании. Он работал с крайней точностью и умел передавать свет практически с фотографическим качеством. Здесь, на полотне торжества Вакха, он изображает бога вина, веселящегося со смертными собутыльниками. Говорят, что Гоя, творивший в середине XVIII века, вдохнул новую жизнь в испанскую живопись. Перенеся неизвестную болезнь, лишившую его слуха, Гоя погрузился в самоанализ и обнаружил в себе глубокое разочарование в человечестве. 3 мая 1808 года изображает кровавый инцидент, когда французские солдаты Наполеона расстреляли мирных испанских жителей. Эта картина остается одной из самых трогательных работ Гоя. Помимо Прадо, в Мадриде есть ряд других не менее интересных музеев. В Рейне Софии представлено исключительное собрание произведений современного искусства. А в эклектичном музее Тисен-Барнемиса можно ознакомиться с широким диапазоном стилей, от классики до модерна. Впрочем, если вас интересует более интимный взгляд на испанского мастера, советую отправиться в северную часть города. В часовне Сан-Антонио де ла Флорида хранятся одни из лучших творений Гоя. Роскошную и невероятно красивую фреску, покрывающую стены купола, назвали Сикстинской капеллой Гоя. На протяжении 16 недель художник трудился с утра и до поздней ночи над созданием этого шедевра. Изобразив чудеса святого Антония, Гоя вызвал гнев местной знати, включив во фреску сцены из обыденной уличной жизни нищих, проституток и каменотесов. Но когда король Карл IV одобрил картину, всем остальным представителям аристократии пришлось последовать его примеру. После смерти Гоя был похоронен здесь. Было время, когда туристы считали музей Прадо единственным поводом для приезда в Мадрид. Конечно, музей действительно стоит того, но в Мадриде есть и много всего другого. Это один из самых оживленных, самых жизнерадостных городов Европы. Среди многочисленных ресторанов Мадрида есть немало тех, что предлагают традиционную кухню. Лас Куэвас де Луис Канделлос, или подвалы Луиса Канделлоса. Является одним из старейших ресторанчиков Мадрида и был назван в честь знаменитого испанского разбойника, своего рода местного Робин Гуда. По легенде, он хранил свои сокровища в подвалах этого здания, построенного в 1616 году. В ресторане подаются хорошие жареные блюда, некогда радовавшие каменщиков, возводивших крепкие стены ресторана. Хотите попробовать? С удовольствием. В Мадриде можно обойтись английским языком, но я советую попрактиковать основы испанского, полученные в школе. Впрочем, я сегодня предоставлю все самое сложное Ане. Фирменным блюдом данного заведения является поросенок, на приготовление которого требуется три часа. В Мадриде мы готовим кайос аля мадрилено. Это традиционное испанское блюдо. Это простейшее тушеное мясо, долго бывшее основным блюдом мадридского рабочего класса. Теперь подается в самых лучших ресторанах города. Мадрид и ночная жизнь неразрывно связаны друг с другом. Под названием Ла Марша еженощный ритуал общения с друзьями проходит с удивительным размахом. Каждый вечер тысячи ресторанов, баров и общественных площадей оживают, когда потоки людей стекаются к ним, чтобы разделить ужин и чего-нибудь вывезти. Остальные испанцы называют жителей Мадрида «Лос Гатос» или «Коты» за их ночной образ жизни. Здесь редко ужинают раньше 10 часов вечера, а после полуночи все обычно отправляются по ночным клубам. Туристы иногда недоумевают, может, здесь существует какой-то неписанный закон, по которому местные жители обязаны по вечерам уходить из дома. В Мадриде просто обязательно нужно увидеть фламенко. Это традиционные песни и танцы цыган Южной Испании, один из величайших вкладов страны в музыку. Стиль фламенко развивался многие годы, впитав в себя мавританские заимствования. В 19 веке он приобрел невероятную популярность среди посетителей кафе и ресторанов. Помимо Южной Испании, этот стиль лучше всего представлен именно в Мадриде. Ключевой элемент фламенко – голос под аккомпанемент гитары. Хотя танец считается необязательным, он все же придает волнующий оттенок этим эмоциональным выступлениям артистов. Браво! В Мадриде широкий выбор жилья – от недорогих гостиниц и пансионатов до самых роскошных отелей. Человеку, ищущему по-настоящему королевские условия проживания, не найти ничего лучше отеля Риц. Он расположен напротив музея Прадо и является излюбленным местом отдыха европейских королевских семей. В начале прошлого века король Альфонсо XIII вернулся из поездки по Европе под сильным впечатлением от увиденных дворцов. Король задумал построить первоклассный отель, который ничем бы не уступал другим европейским городам, и поручил строительство лично Сезару Риццу. Даже если номер вам здесь не по карману, вы все же вполне можете позволить себе заглянуть, чтобы выпить чего-нибудь прохладительного и насладиться светским стилем. Если вам покажется мало этой светской стороны Мадрида, советую посетить Конвенто де лас-де-Скальсес Реалис. Когда-то это была небольшая религиозная обитель в сердце старого Мадрида, а теперь здесь можно заглянуть за стены монастыря, построенного в первые годы существования города. В середине XVI века здесь располагался приют для женщин королевских кровей, которые не желали выходить замуж, а предпочитали стать невестами Христа. Поскольку женщины приносили с собой приданное, монастырь очень скоро разбогател. В его коллекции редких произведений искусства есть полотна кисти Тициана, а стены украшены роскошными гобеленами работы Рубенца. Несмотря на такое художественное богатство, к XX веку сёстры начали испытывать финансовые сложности. В итоге римский папа издал особый указ, позволяющий испанским монастырям в качестве музеев распахнуть свои двери для посетителей. Теперь проживающие здесь монахини францисканского ордена запускают посетителей в стены своей тихой обители на несколько часов каждый день. Королевская гобеленная фабрика Гобелены всегда играли важную роль в жизни представителей высшего класса Мадрида. В 1720 году Филипп V заложил королевскую гобеленную фабрику, чтобы удовлетворить потребности испанской знати в изящных украшениях. Здесь на основе технологии двухсотлетней давности около 70 рабочих изготавливают гобелены и ковры. Вековой процесс производства утонченных, не говоря уже о их высокой стоимости гобеленов, по-прежнему проходит на профессиональном уровне. Самым именитым работником этой фабрики был никто иной, как сам живописец Гойя, которого наняли для создания рисунков или шаблонов, как их тут называют, для нанесения на гобелены. В 18 веке Гойя сделал наброски для гобеленов. Их готовят на этой прялке слева. В данный момент готовится гобелен по рисунку Гойя. Несмотря на то, что такой труд считался лакейским, Гойя на протяжении почти 20 лет зарабатывал им на жизнь. В наши дни представители правительства, а также частные лица приносят сюда антикварные гобелены на реставрацию. Сложно подобрать цвета, потому что бывает, что принесенный ковер был изготовлен в 18 или 19 веке. Работники Королевской фабрики гобеленов используют особые методы для возвращения этим ценным предметам их первозданного вида. После изобилия достопримечательностей Мадрида и произведений искусства можно расслабиться, прогулявшись по парку Ретиру. В этих просторных, красивых садах всегда много местных жителей, радующихся ослепительному солнечному свету и знаменитому синему небу. Ввиду высокого местоположения и географических особенностей, Мадриду часто приходится сталкиваться с экстремальными погодными явлениями. Летом бывает невыносимо жарко, а зимой пронизывающе холодно. Так что советуют тщательнее планировать время своих отпусков. Идеально для поездки в Мадрид подходит месяца май и октябрь. В Ретиру можно напрокат взять лодку и приятно провести на ней день. Сейчас этот парк, бывший некогда частью королевских владений, является одним из основных символов демократичности города. Вслед за эпохой расцвета Мадриду пришлось пережить несколько сотен лет медленного упадка. Большая часть прошлого столетия прошла под господством фашистского режима Франко. Однако после его смерти в 1975 году Мадрид пережил экономическое и творческое возрождение. Фауния Цель экологического парка Фауния продемонстрировать испанцам необходимость оберегать природу. Да, вы, возможно, удивитесь, увидев здесь, в самом сердце Испании, такой полярный уголок. Фауния, расположенная в нескольких километрах от городского центра, это не обычный зоопарк, а скорее собрание оранжерей, воссоздающих условия различных экосистем. Здесь, среди 72 тысяч деревьев и кустарников, обитает свыше 4 тысяч животных. При помощи особой технологии в Паркио создаются основные мировые климатические зоны. Главная цель – обеспечить животным привычную среду обитания и в то же время дать людям возможность с ними познакомиться. Один из больших плюсов Мадрида – это его местоположение. Вокруг города находятся удивительные места, и отсюда можно отправиться на ряд не менее интересных экскурсий. В вашем распоряжении, помимо всего прочего, Элискориал, прекрасная Сегови и окруженный высокими стенами город Авила. Однако я бы посоветовал посетить Толедо. Этот укрепленный город на вершине холма был некогда испанской столицей и по-прежнему от него веет историей и искусством. За более чем 2000 лет в качестве центра страны Толедо выработал поразительную культурную индивидуальность. Насладиться видами города лучше всего, если прогуляться пешком по его узеньким улочкам с каменными мостовыми. Когда во II веке до н.э. пришли римляне, здесь уже существовало важное доисторическое поселение. Позднее сюда явились вестготы и сделали эти края столицей своего государства. К восьмому веку вторгшиеся завоеватели Мавры установили Толедо своим центром образования и религии. Поскольку Мавры на удивление терпимо относились к приверженцам других вероисповеданий, в Толедо мирно уживались евреи, христиане и мусульмане. Со временем город стал процветающим и культурно богатым центром. Однако, когда Мавров свергли короли-католики, Толедо оказался под властью религиозной нетерпимости. В итоге, как мусульмане, так и евреи, были вынуждены покинуть насиженные места. Главная гордость Толедо его огромный кафедральный собор, строившийся этапами в период между 1226 и 1493 годами. Гигантские размеры собора отражают его положение как духовного символа страны. Внутреннее убранство поражает украшениями и работами знаменитых художников. В ризнице находится полотно Эль Греко «Снятие одежд с Христа», написанное художником специально для этого собора. И сегодня собор в Толедо продолжает оправдывать свое предназначение. В его стенах по-прежнему проводятся служения в соответствии с христианскими традициями, которые были приняты в период оккупации Испании маврами. Толедо – настоящая находка для любителей драгоценных украшений. Здесь множество ювелирных магазинов, рекламирующих «Дамаскин». На протяжении столетий египтяне, греки и римляне практиковали это искусство насечки золотых и серебряных нитей на металле. Позднее в Испанию его принесли мавры. Толедо славится подобными украшениями, и технологии их изготовления существуют со времен мавров. Прежде всего, брался кусок стали, который погружался в кислоту. Затем наносились узоры и накладывались кусочки 18-ти или 24-х каратного золота и серебряные нити. Все делается исключительно вручную. Для этого необходимо острое зрение и уверенные руки. У меня бы на это ушла целая жизнь. Многие годы Толедо извлекал выгоду из своей репутации Центра изготовления лучших мечей. С 15 по 17 века здесь процветало мастерство изготовления клинков. Да и в наше время город по-прежнему снабжает киностудии и коллекционеров по всему миру своими произведениями. Средневековые бойцы понимали, что исход сражения зависел не только от личных способностей человека, но и от качества оружия. Исключительная прочность талецких клинков делала их самым завидным видом оружия во всем мире. Центральная часть Испании с высоко поднятой головой приветствует мир. В гордой столице Мадриде по-прежнему чувствуется величие некогда могущественной империи. Это ощущается повсюду. На блистательных площадях, в живописи испанских мастеров и в ритме фламенко. Эта страна всегда тянется к небу. В Испании принято говорить «из Мадрида в небеса». Если вы готовы самостоятельно окунуться в испанскую культуру, во всей ее многогранности, тогда этот город для вас. С вами был Руди Макса, Аста-Луэго. Фильм озвучен компанией Видеопродакшн. Редактор субтитров А.Семкин